Итоги прошедших выборов прямо сейчас обсудим с гостем нашей студии, председателем избирательной комиссии Республики Коми Еленой Шебаршиной. Добрый вечер, Елена Викторовна. Добрый вечер. Добрый вечер. Если говорить о вчерашних выборах, какая партия собрала наибольшее количество мандатов? Действительно, вчера, в единый день голосования, 8 сентября, в Республике Коми состоялось 11 избирательных кампаний. Нужно сказать, что замещались всего 16 депутатских мандатов и замещались две должности главы сельских поселений. Мандаты распределились следующим образом. 4 кандидата у нас победили, которые баллотировались в порядке самовыдвижения. 12 кандидатов, выдвинувшихся партией «Единая Россия», победил один кандидат от партии «Патриоты России». Если говорить о должности глав сельских поселений, выборные должностные лица, то в данном случае в поселке Приозерный Карткировского района победил кандидат, выдвигавшийся «Единой России», а в Комсомольске-на-Печоре, Троицко-Печорский район, победил самовыдвиженец. При всем при этом мы знаем, что явка достаточно низкая, всего около 20%. На ваш взгляд, с чем это связано? Действительно. Если анализировать, а я вам уже сказала, что было 11 различных компаний, то средняя явка – это как средняя температура по больнице. Нужно отличать явку, во-первых, в городах, а здесь явка была сопоставимая, это почти 10% в Сыктывкаре и в Усинске, почти 13%. Казалось бы, очень низкая явка. В районах же, особенно где проходили основные выборы, я уже назвала, где у нас проходили выборы глав сельских поселений, а еще у нас сформировался в Вижайке Усть-Вымского района совет сельского поселения, так там явка составила более 40%. Но я хочу сказать, что эта явка выше, чем на соответствующих выборах в Москве и Московской области, где явка, в общем-то, значится около 30%. Скажем так, около 32% в Москве, в Московской области около 38%. Эта явка достаточно высокая и стабильная для Республики Коми. Не забудем, что в основном шли дополнительные выборы отдельных депутатских мандатов. Для Республики Коми традиционно более меньшая явка, чем на основных выборах. Так, например, если мы сравним низкую явку в Сыктывкаре по отдельному депутатскому мандату, по одному из округов в Совете городского округа, то если вспомнить март этого же года, где замещался отдельный депутатский мандат в Иркуте, то явка была тоже около 10%. То есть это традиционная явка для таких небольших, немасштабных компаний. Кстати, как раз в селе Вижайка, Усть-Умского района, насколько нам известно, два кандидата набрали одинаковое количество голосов. И что теперь? Второй тур? Действительно, ваша компания обладает оперативной информацией. Постарайтесь. Единственная, пожалуй, избирательная компания, которая, можно сказать, официально на сегодняшний день не завершена официальными результатами. Поскольку действительно два кандидата от «Единой России» и второй от баллотирующихся в порядке самоводвижения набрали одинаковое количество голосов. И законом Республики Коми предусмотрено в этом случае определение победителя путем жеребьевки, которая будет проводиться в территориальной комиссии завтра. И завтра же территориальная комиссия с учетом результатов этой жеребьевки подведет в целом результаты выборов Совета сельского поселения. Замечательно. Постараемся осветить это событие. А скажите, были ли зафиксированы нарушения на этих выборах? Какие-то жалобы, возможно, поступали в течение дня? Я знаю, что, наверное, избирателями, общественности и средствам массовой информации всегда интересненько нечто, что вот происходило, ну, скажем так, не совсем традиционно. Но к удовлетворению для себя могу сказать, не могу вам сообщить такие факты вопиющие. Но если быть серьезной, то могу сказать, что в течение дня голосования и, собственно, при подведении итогов всего поступила одна жалоба в участковую комиссию городского поселения Сосногорска, где буквально в 9 часов 5 минут поступила жалоба о том, что ящики для голосования находятся не там, где считают наблюдатели, они должны находиться. Немедленно участковой комиссии была рассмотрена эта жалоба, она признана необоснованной, где в обосновании отказа были указаны на соблюдение норматив технологического оборудования утвержденной Центральной избирательной комиссии. И все находится в поле зрения и наблюдателей, и членов участковых комиссий. Данное решение не было оспорено высшестоящей комиссией. А в целом в течение этой кампании с удовольствием могу сказать, жалоб не было. Замечательно. Спасибо за беседу. Спасибо вам. У нас в студии была председатель избирательной комиссии Республики Коми Елена Шабаршина.